Кабинет министров принял решение об утверждении тарифов на электроэнергию. Можете прокомментировать, что предусматривает это решение? Да, действительно, правительство Республики Абхазия приняло соответствующее постановление, которое предусматривает изменение тарифной политики, соответственно, подходов к той системе формирования тарифов, которая у нас действовала до принятия данного решения, что в итоге предусматривает решение правительства. Первое, с чего нужно будет начать мой комментарий, это прежде всего с того, что у нас фактически отсутствовал на данный момент порядок формирования обоснованного тарифа, на основании которого должны формироваться тарифы для различных категорий абонентов, потребляющих электроэнергию. И в этой связи необходимо было разработать методологию, которая определяла бы, какой тариф является обоснованным. Что это такое? Значит, это расчет формулы, по которой формируется тариф. Что эта формула в себя включает? Безусловно, затратную часть – это содержание организации, эксплуатирующей энергосистему, это расходы на заработную плату, это расходы на приобретение сырья, материалов, это эксплуатационные расходы текущего характера, связанные с содержанием энергосистемы, это, безусловно, расходы на текущий капитальный ремонт и, безусловно, модернизацию и реконструкцию, это обязательные налоговые отчисления в бюджетной системе Республики Абхазия, амортизационные отчисления и ряд других позиций. Именно по такой формуле рассчитывается обоснованный тариф, поэтому надо понимать, что так как мы фактически не несем расходы по генерации, в основу тарифа легли, соответственно, те статьи затрат, которые я сейчас перечислила. Соответственно, одно из приложений к постановлению – это как раз утверждение порядка формирования тарифа на электроэнергию, которая должна соблюдаться, соответственно, единым операторам, передающих и распределительных систем, системы при формировании тарифов. И, соответственно, дали направление в уполномоченный орган для того, чтобы кабинет министров далее уже, соответственно, формировал и утверждал тарифы. Значит, это, на мой взгляд, важный документ, который позволит нам подходить к содержанию, эксплуатации и развитию энергосистемы на нормальных, правильных условиях, который позволит организации содержать себя в первую очередь и, безусловно, развиваться. Далее, значит, мы определили, что у нас порядок формирования тарифов и применения уже тарифов, соответственно, должен включать в себя ряд направлений. Что конкретно имеется в виду? Ну, первое – это, безусловно, определение категории потребителей. Они, можно сказать, существенно не изменились по отношению к тем категориям, которые были раньше определены, но несколько изменены. Соответственно, установлены 10 категорий потребителей электроэнергии. Значит, это физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях. Это физические лица, потребляющие электроэнергию в пределах социальной нормы. Это некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования. Это объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и Международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардзенба для цели электроснабжения. Предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части расходования электроэнергии на уличное освещение и, соответственно, водоснабжение. Это юридические лица и индивидуальные предприниматели. Это государственные органы и бюджетные учреждения, за исключением некоммерческих организаций, указанных выше, я имею в виду здравоохранения и образования, которые финансируются из бюджета республиканского. Далее, значит, государственные органы и бюджетные учреждения, которые финансируются из местных бюджетов. Далее объекты электрифицированного городского транспорта, потребители, не являющиеся резидентами Республики Абхазия, и потребители, осуществляющие добычу криптовалюты. Значит, по отношению к ним определены коэффициенты для расчета тарифа. Данный коэффициент применяется к тому тарифу, который утвержден, соответственно, планом тарифной политики. Далее надо понимать, что, значит, определяя методику формирования и применения тарифов, мы понимаем, что текущая ситуация, в которой мы сегодня находимся, имея тариф минимальный для населения, это 40 копеек, соответственно, и максимально там около рубля. Соответственно, единовременно, в разовом порядке принимать решение об утверждении уже обоснованного тарифа в текущем году, конечно, правительство такое решение принять, в принципе, не могло. Поэтому мы определяем, что нам необходимо было утвердить план тарифной политики на 5 лет. То есть, если мы определяем, что обоснованный тариф на электроэнергию в Республике Абхазия составляет более 2 рублей, соответственно, мы доводим тарифы до экономически обоснованного в течение 5 лет, включая 2022 год. То есть, мы идем по этапному повышению тарифов, потому что это достаточно болезненное решение, в принципе, для нашего населения, и поэтому Кабинет министров именно в таком течении обстоятельств определил переход на новую тарифную политику. Дальше, конечно, это сами правила пользования электроэнергии, и в данном случае, чтобы не углубляться в детали документа, важно отметить, что здесь определяется порядок применения тарифов к различным категориям с учетом, первое, применение коэффициентов, а второе, к категории непосредственно. Что имеется в виду? К примеру, мы определяем в этом документе, первое, это то, что у нас подпадает под различные категории, это речь идет о пописательной части, потребителей, которые попадают в соответствующую категорию. Далее, это все, что касается непосредственно учета электроэнергии, безусловно, наличие приборов учета и вытекающих из этого обязательств и требований, соответственно, по предоставлению услуг по передаче электроэнергии и, соответственно, ответственность участников данного процесса. Безусловно, важным обстоятельством является учет количества отпущенной электроэнергии. В данном случае идет конкретное описание тех подходов, которые мы определили для эксплуатирующей организации и непосредственно расчеты за пользование электроэнергии. В рамках этих решений мы предусмотрели следующие подходы к формированию непосредственно уже тарифов для категории. Первое – это нормативы потребления электроэнергии в бытовых целях. Мы определили, что мы должны определить предельный уровень потребления электроэнергии для физических лиц именно в бытовых целях, которые не имеют прибора учета, потому что, как вы знаете, большинство абонентов физических лиц сегодня фактически не имеют прибора учета, и к ним принимается расчет норматива старого еще советского периода. Поэтому мы определили три категории формирования применения тарифа для бытовых нужд. Это абонентов физических лиц, проживающих в квартирах, частных домах в городской черте и частных домах вне городской черты, соответственно, в сельской местности. Далее мы определили, что уровень потребления разный, в связи с тем, что у нас в зимний период практически все население отапливает свои дома, квартиры за счет электроэнергии. Поэтому мы определили, что норматив потребления в бытовых целях у нас разделен на зимнее и, соответственно, летнее потребление. Установлен период зимнего потребления – это ноябрь-март, и, соответственно, летнего периода потребления – это апрель-октябрь. Значит, если говорить конкретно об объемах потребления в зимний и летний период по тем категориям, которые я сказала, то абонент физическое лицо, проживающий в квартире, в зимний период оплачивает за объем потребляемой электроэнергии в количестве 1200 кВт. Соответственно, в летний период – 840 кВт. Частный дом в городской черте – 1500 кВт, а в зимний период, в летний период – 1050 кВт. И частный дом вне городской черты, соответственно, значительно меньше – это 1000 кВт в зимний период, и в летний период – 700 кВт. Еще раз, чтобы было понятно, если я как физлицо не имею коммерческого учета потребления электроэнергии, то я плачу в зимний период с ноября по март по количеству потребляемого электроэнергии определенным нормативом здесь и в летний период по тем объемам, которые я озвучила. Теперь мы определили, что необходимо установить социальную норму. Социальная норма предусматривает, что если я абонент физическое лицо, у меня в доме, в квартире установлен прибор коммерческого учета электроэнергии, и я потребляю, к примеру, по нормативу, соответственно, в той же градации квартира, частный дом в городе, частный дом в селе, период зимний и летний, то я, соответственно, оплачиваю по умеренному тарифу. Все, что я потребляю свыше этого объема, я оплачиваю по тем тарифам, которые, соответственно, применяются к категории абонентов физические лица. То есть социальная норма потребления электроэнергии у нас определена. Это еще раз говорю для тех, кто имеет приборы учета. Значит, квартира в период ноябрь-март это 700 киловатт-часов, апрель-октябрь, соответственно, 500. Частный дом в городской черте это 800 в ноябре-марте и в апреле-октябре 600 киловатт-часов. И частный дом вне городской черты это 950 в период ноябрь-март и апрель-октябрь 650. Теперь непосредственно какие у нас тарифы. Здесь, конечно, надо, на мой взгляд, обратить внимание, что действительно, если соотнести к действующим на сегодняшний день тарифам, конечно, повышение значительное. Но если брать за основу, какой должен быть тариф для того, чтобы энергосистема Республики Абхазия соответствовала нормальным условиям и могла, значит, обслуживать и содержать себя, соответственно, наверное, это, на мой взгляд, сразу, конечно, не изменит ситуацию финансового состояния компании, но, тем не менее, поэтапно позволит ей выстроить более-менее полноценную систему. Таким образом, значит, непосредственно, что теперь касается самих тарифов. Значит, я сейчас не буду по годам вас перегружать цифрами, сейчас скажу, что у нас предусматривается на 2022 год, соответственно, физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях, это для тех, кто не имеет прибора учета, тариф будет составлять 90 копеек. А физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях в пределах социальной нормы, то есть, если у меня есть счетчик, и я потребляю по социальной норме, которую мы определили, то тариф будет, соответственно, ниже на 20 копеек, соответственно, 70 копеек. Некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования будут платить 80 копеек. Объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП Международный аэропорт города Сухум имени Владислава Ардзенба 70 копеек. Предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства 70 копеек. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 1 рубль 40 копеек. Государственные органы и бюджетные учреждения, соответственно, финансируемые из республиканского бюджета, будут платить рубль 50. Государственные органы и бюджетные учреждения, которые финансируются из местного бюджета, будут платить на 30 копеек меньше, чем те, которые финансируются из республиканского бюджета. Ну, конечно, умеренный подход к объектам электрифицированного городского транспорта, это 40 копеек. Потребители, не являющиеся резидентами, это рубль 80, и потребители, осуществляющие добычу криптовалют, 3 рубля 60 копеек. Но здесь важно отметить, что данная категория потребителей на данный момент, как вы знаете, у нас существуют ограничения на данный вид деятельности, Соответственно, данный тариф будет применяться в случае, если правительство отменит запрет на потребление электроэнергии организациями, осуществляющими добычу криптовалют. Если, допустим, для сравнения к той же Южной Осетии, сказать, что у них финансовое положение лучше, чем у нас, наверное, неправильно. Но у них, например, в городе тариф составляет 3 рубля, а в сельской местности 2 рубля 37 копеек. Это сегодня. А у нас, соответственно, я сейчас в данном случае не в качестве защитной какой-то реакции, просто хочу для сравнения, чтобы было понятно, у нас тариф более 2 рубля будет только в 2026 году. Почему именно сейчас принимается это решение? Абсолютно обоснованный вопрос. Вы знаете, наверное, нелегко было принимать это решение и очень легко было его готовить, обосновывать, убеждать, что это единственная возможность сегодня подойти объективно к сложившейся ситуации. И, конечно, не хотелось бы, чтобы это выглядело таким образом, что мы пытаемся переложить ответственность на потребителя за то, что происходит в отрасли. Но мы должны быть объективны в своих суждениях и в связи с тем, в какой ситуации сегодня находится отрасль, но в более худшей ситуации сегодня находятся люди, которые страдают из-за того, что у нас происходит. И здесь, на мой взгляд, я абсолютно уверенно могу сказать, конечно, очень много времени упущено. То есть мы, вы знаете, за все послевоенное время фактически эксплуатировали хозяйство, энергохозяйство республики, при этом не меняя ситуацию внутри ни в управленческом смысле, ни в смысле содержания, эксплуатации, профилактики и развития в целом отрасли. При том, что, конечно, сказать, что у нас очень серьезно развита экономика и перегружена объемами, значит, большим количеством серьезных производств, мы сказать не можем. Но, тем не менее, потребление в республике все время растет. Соответственно, растут расходы на содержание отрасли. А применяя тот тариф, который у нас, кстати, он был утвержден, я могу вам сказать, в 2012 году. Десять лет действует тариф, который не менялся на протяжении всего этого времени. И это, на мой взгляд, самый главный ответ на тот вопрос, который вы обозначили. То есть, если мы говорим, что в течение года меняются экономические условия, меняются цены на различные товары и услуги, а при этом тариф на электроэнергию в течение 10 лет не меняется, обоснованно возникает вопрос, а как мы собирались содержать эту систему, имея в виду, что бюджет республики не имеет таких средств, которые могли бы выделяться в столь значительном количестве в виде субсидий или дотаций на содержание энергетической отрасли. Могу более сказать, государство за 30 лет приняло большое количество законов, предоставляющих льготы. Я за льготы, но если государство берет на себя обязательство предоставить такую льготу, государство обязано определить источник финансирования и, соответственно, компенсировать расходы организации за предоставленную льготу. Я могу вам сказать, что у нас очень небогатого государства, я имею в виду в части бюджетных средств, мы имеем на сегодняшний день 23 категории льготников, количество которых составляет около 7 тысяч. И в год это очень значительные суммы, это несколько десятков миллионов рублей. И если бы мы хотя бы эти вопросы своевременно решали бы и компенсировали, я не могу сказать, что мы все вопросы сняли бы, но какая-то часть вопросов тоже снималась бы своевременно. То есть если мы навешиваем на организацию обязательства, которые должны нести сами, то у нас не должно быть претензии к организации, почему там все так плохо. Я могу быть неубедительна сейчас, во мне, возможно, есть сейчас нотки эмоциональные, потому что это очень непростое решение, и объяснять, почему мы такое решение приняли, наверное, не так просто, но это ситуация, в которой мы находимся. И могу сказать, что если мы дальше не будем ничего менять и не будем применять такого рода решения, да, сложные, да, тяжелые, да, непопулярные, и мы понимаем, какая будет реакция населения на это, но вы поймите, никто не будет датировать нас, никто не будет содержать нас, мы должны научиться сами себя содержать. Тогда мы будем более уверены в своих действиях, в своих поступках, в тех решениях, которые мы принимаем. Поэтому я считаю, что это единственное правильное решение, и, конечно, хотелось бы рассчитывать, что нас в этом вопросе поймут. Кристина Константиновна, какие меры принимаются правительством на данный момент для стабилизации ситуации в этой отрасли? Как вы знаете, много было сказано за год, да, в течение года мы практически, если посмотреть эфирное время, да, и просто проанализировать информационные ресурсы, все, наверное, больше, чем энергетики, теме энергетики, наверное, больше всего внимания уделялось, и при этом абсолютно обоснованно. И, значит, знаете, тут я должна сказать, как бы это ни было неприятно, но, тем не менее, у людей, у наших граждан есть моральное право предъявлять эти претензии, говорить, что все плохо, и почему так плохо, и что нужно сделать для того, чтобы было лучше. Что в итоге мы делаем? Ну, как вы знаете, у нас достаточно широкий перечень мероприятий сформирован на данный момент, и мы четко следуем тому алгоритму, который для себя определили. Первое, безусловно, это то, что мы должны были понять, как энергосистема республики сегодня должна себя содержать, за счет каких средств. Это то, что я сейчас, в принципе, да, описала. То есть тот объем средств, который будет фактически поступать в Черноморэнерго в качестве оплаты за электроэнергию, это те финансовые ресурсы, которые будут позволять содержать, эксплуатировать и развивать эту систему. Я сейчас не говорю о глобальном развитии, я говорю, имея в виду развитие, говорю о необходимости проведения капитальных ремонтов и реконструкции отдельных объектов электросетевого хозяйства. Это одно из главных, на мой взгляд, направлений, и мы ему четко следуем. Следующее направление – это, безусловно, учет потребления электроэнергии, и в данном смысле это очень важное обстоятельство и важное условие реализации государственной политики в сфере энергетики. Поэтому, как вы знаете, мы, по-моему, уже неоднократно информировали о том, что у нас в 2021 году мы приобретали приборы учета, которые устанавливаются в городе Сухом в незначительном количестве, но мы это делали для того, чтобы провести, условно говоря, пробацию тех приборов коммерческого учета, которые могут быть адаптированы к нашей системе. И с учетом того, что это, в принципе, подходит нашей системе, и непосредственно СОЭС этим вопросом занималась по установке их абонентам, соответственно, в городе Сухом, мы именно по этому пути следуем. На данный момент у нас уже разработана, и сейчас вносится в правительство, государственная целевая программа, которая предусматривает установку приборов учета. И здесь надо понимать, что, как бы мы ни хотели и не били бы себя в грудь, сейчас за год установить приборы учета практически 80 тысяч абонентам, которые числятся в базе Черномор Энерго, физически невозможно. Невозможно ни с точки зрения финансирования, невозможно ни с точки зрения практического исполнения. Поэтому мы в данном случае зеркально определили, что эта программа будет рассчитана на 5 лет, соответственно, с 2022 по 2026 год включительно. И, значит, благодаря поддержке депутатского корпуса 6-го созыва мы в этом году имеем определенный резерв средств в бюджете, которые будут направлены на приобретение приборов учета. Но этих средств, если не сказать мало, то это, считайте, не сказать ничего. Для того, чтобы мы начали эту программу, нам уже в этом году нужно порядка 400 миллионов. Для того, чтобы мы начали в 2022 и в первом, во втором квартале 2023, пока будем изыскивать другие источники и, соответственно, приобретать в рамках следующего этапа приборы учета, что необходимо будет иметь в наличии. Поэтому мы сейчас прорабатываем данный вопрос. И в рамках утвержденной, я думаю, в ближайшее время будет утверждена эта программа, соответственно, до 2026 года перед нами стоит задача установить приборы учета практически всем абонентам. Что это нам дает? Это нам, безусловно, дает первое. Мы будем учитывать электроэнергию. На сегодняшний день есть проблемы с учетом электроэнергии и абсолютно обоснованно иногда различные высказывания звучат в наш адрес относительно того, что не всегда данные Черноморэнерго соответствуют действительности. Это обусловлено не тем, что кто-то там не умеет читать, а именно обусловлено техническими проблемами, непосредственно связанными с учетом. Поэтому реализация данной программы позволит нам вести полноценный учет потребляемой электроэнергии. Для чего она нужна? Во-первых, для того, чтобы определить, соответственно, объем финансовых средств, который должен поступить за потребленную электроэнергию. Это, на мой взгляд, должно соответствовать. То есть потребили киловатт и, соответственно, предъявили киловатт, и за этот киловатт, соответственно, получили деньги. Тогда все понятно и четко. Далее мы понимаем, что наличие прибора учета, а, соответственно, контроля потребления электроэнергии, дистанционного воздействия на отключение в случае неуплаты и, соответственно, применение тарифа. Когда я, как физическое лицо, абонент физическое лицо, у меня стоит прибор учета, и я понимаю, что я по социальной норме могу заплатить тысячу рублей, а я из-за того, что не контролирую свое потребление, да, у меня свет горит практически во всех комнатах, да, даже где нет необходимости держать свет включенным, то я, как человек, любой человек, начинаю думать, а может быть мне лучше выключить лишний раз свет, потому что есть необходимость сэкономить, потому что это бьет, как говорится, рублем. Поэтому следующее, что здесь является важным, это, конечно, экономия электроэнергии. То есть, соответственно, высвобождающаяся электроэнергия для нас это важная составляющая, потому что мы в течение последних четырех лет фактически имеем в определенный период времени дефицит электроэнергии. И если мы не начнем учитывать электроэнергию и не будем ее экономить, соответственно, у нас проблемы с дефицитом электроэнергии, они не закончатся в одночасье. То есть мы должны последовательно действовать такому плану для того, чтобы в среднем на 25-30% по факту реализации этой программы получить экономию электроэнергии. И следующее направление, но оно, безусловно, связано с реконструкцией и модернизацией электросетевого хозяйства, это учет и снижение потерь. Потому что если брать, условно, суммарно, возьмем 100 киловатт, к примеру, мы забираем с ингуру ГЭС, мы очень большое количество электроэнергии фактически теряем. Они у нас числятся в потерях. А это фактически электроэнергия, за которую финансовые средства, даже в случае, если оплачивало бы все население, они физически поступить не могут, потому что это потерянная электроэнергия. Поэтому реализация такого комплекса мероприятий нам позволит вывести отрасль из того кризиса, в котором она сегодня находится. Что касается пересмотра, мы не можем в рамках действующего законодательства сейчас лишать льгот. Это нарушение конституционных прав. Поэтому сейчас речь идет, в данном случае мы подготовили пакет законопроектов и нормативно-правовых актов, регулирующие эти направления по различным категориям, именно по определению условий компенсации предоставленных льгот. То есть мы считаем, и будем фактически в ближайшее время уже вносить этот пакет, практически по нему все согласования пройдены, мы предлагаем определить источники финансирования, в данном случае это бюджеты разных уровней, в зависимости от категории льготников, для компенсации расходов Черноморэнерго по предоставлению данных льгот. На наш взгляд, это абсолютно обоснованный подход, и надо сказать, что, конечно, он должен был бы в принципе при принятии закона зеркально должны были определять количество льготников, подпадающих под категорию, и источники финансирования для того, чтобы эти льготы предоставлялись. То есть мы пытаемся сейчас в этом сфере навести порядок, для того, чтобы если льгота предоставлялась государством, то государство несло расходы по обеспечению этой льготы. И, на мой взгляд, это правильный подход, и мы будем пытаться убедить и депутатов парламента поддержать нас в этом вопросе. — И чтобы это тоже отражалось в бюджете, да, получается? — Ну, безусловно. Еще один важный момент, который я не могу не отразить, по нему пока однозначного решения не принято, и об этом много говорилось, и мы сейчас очень много обсуждаем данный вопрос, проводим рабочие консультации с различными, значит, организациями, финансовой сферы, значит. Это дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию. Вы можете себе представить, что Черномор Энерго на сегодняшний день, согласно данных бухгалтерской отчетности, уровень дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию составляет порядка 2 миллиардов рублей. Я сейчас не беру, там, конкретно маленький период, вот в целом, да, числится такая задолженность. Вот что с ней делать? Мы же понимаем, что есть просроченная дебиторская задолженность, есть актуальная дебиторская задолженность, есть нормы законодательства в сфере обухучета. Соответственно, в этом направлении нам тоже предстоит выработать соответствующий подход, как дальше, значит, действовать в этом направлении, что мы будем с этой дебиторской задолженностью делать, и как мы будем пытаться ее урегулировать, либо реструктурировать, либо еще какие-то другие методы применить. Но то, что с этим надо разбираться, и оставлять этот вопрос открытым, на мой взгляд, тоже неправильно. Поэтому будем это, безусловно, делать. Ну и еще одно направление, которое, на мой взгляд, должно нами быть реализовано, и я надеюсь, нас в этом вопросе поддержат. Я все-таки считаю, что, учитывая, что мы не можем, знаете, в течение года реанимировать отрасль и сказать, что вот у нас все хорошо, для этого нужно время, и для этого нужны деньги. И понятно, что те мероприятия, которые мы запланировали, они рассчитаны практически на 5 лет. Понятно, ситуация будет улучшаться, но она не может улучшиться сразу. Поэтому, на мой взгляд, в целях стабилизации финансового состояния Черномор-Энерго, мы, наверное, пойдем на то, что внесем предложение по налоговым каникулам, наверное, на какой-то период времени, при условии, что те высвобождаемые средства, которые нам удастся в данном случае закрепить за Черномор-Энерго, могли бы направляться непосредственно на реконструкцию, на капитальный ремонт и, соответственно, на оздоровление отрасли в целом. Редактор субтитров А.Семкин